Чел пишет, что Макдонаст для бедных. Да, в каком-то контексте это так и есть, это еда типа для бедных, но то, что она типа сделает у тебя просто, блять, долбоёбом условно, если ты будешь ей питаться, вот, но можно, можно питаться без огромных ресурсов, нормально, нормально себя чувствовать и использовать эту энергию на то, чтобы, блять, начать больше зарабатывать, обучаться, учиться, блять, не тикток ебучий смотреть, а смотреть какие-то развивающиеся. Найти работу. Я, блять, в 16 лет на тот момент зарабатывал 1000 долларов, это, блять, огромные деньги были, просто официантом. Да, хоть там и был суперогромный рабский труд, где-то там вообще просто не садясь там по 12 часов смены пахал, но по факту я эти деньги находил и с первой же зарплаты я мог себе позволить одни самые, ну там типа Риба Классик, это тогда был разъеб, Риба Классик, полностью кожаные кроссовки, там 5000 рублей они стоили, это, ну, это, это, пиздец, разъеб. Купил себе штаны, там, вверх и пятый айфон с одной зарплатой. Пятый айфон тогда стоил 22 500, по-моему. Сам последний на тот момент был пятый айфон. Вот, 16 лет. Я уверен, блять, в 16 лет есть люди, блять, миллионеры, вот. Просто они немножко свои ресурсы, ну, тратят иначе, типа, ни на хуй ни осяк. Ну, короче, блять, люди всегда найдут отговорки, вот поверьте, вот, ну, если у вас есть интернет, и вы, ну, блять, вот, что там, не знаю, две руки, две ноги, то есть, ну, вы, блять, нормальность этом, условно, вы... Ну, короче, вы поняли. И у вас чего-то нету, это вы, долбоёк, просто. Это ваша вина, а не кто-то там, блять, виноват, там еще, условно, и так далее. Есть ненужные скины? Продай их на AppX. Подробности в закрепе. Как чего должны влетать с двух ног в прост сцену, если надо работать 12 часов в день на ногах? Ну, как я влетел в прост сцену, если я работаю 12 часов на ногах? Никак. Заработал деньги на эти деньги, потом играл. Потом мне предложили зарплату. Все. В Каманче мне платили 23 тысячи, по-моему. Да за 23 тысячи рублей мне с головой хватало. Я еще жил не один. Что? Боже, блин, у меня сигареты и поесть 23 тысячи, у меня вообще, это еще у меня там, блять, 19 тысячи оставалось. Лучше, лучше играешь, больше платят. Ну, потом в М19 у меня было 1000 долларов зарплата, потом 2000 долларов зарплата. Я уже, я уже один жил полностью, сам себя обеспечил. В МСК снять квартиру с 40-ка? Ну, я снимал в Подмосковье за 20. Хуёвую квартиру. Хочешь жить в МСК, блять, ну, работы больше, я не знаю. Развивайся. Сколько ЗП в ХР было? В разные моменты разная ЗП была. Ну, я там делал слишком огромное количество. Ну, когда мы были топ-1 из НГТимы, я собирал составы с нуля. Абсолютно все делал в Этерге. Вообще все. Всех людей искал. Драфтил, колил, вообще просто все делал там, абсолютно. И мне платили больше. Ну, и плюс я был самый медийный в составе. Я уже на тот момент неплохой. Ну, потому что я до этого стримил по-другому. Приходили мы, кстати. Ну, вот я тогда не врал. Мы приходили на полторы тысячи баксов. Получал только Алоха больше, чем мы. Вот. А когда мы нашли Ашерер Эргу, я на стримах тогда получал уже раза в три больше. Точно. Около пяти тысяч долларов я, наверное, получал тогда со стримов. У меня уже был неплохой онлайн. Сколько? Полтора или два года я нон-стоп стримил. И я пошел на зарплату полторы тысячи и перестал стримить, да. Вот. Потому что мне играть было на тот момент более интересно. Ну, потому что для меня эти денег тоже хватало. Ну, опять же. Полторы тысячи долларов это сколько там? Ну, 80 тысяч рублей, типа 23 тысячи квартиры, там сколько-то еда и все. И добрый вечер. Какой это год? Ну вот. Девятнадцатый год. Сентябрь. Грубо говоря, в сентябре нас подписали. Вот первые игры под тегом уже. Безы составчик охуенный, да? Дэм, Алоха в харде, я на миде. Ярик пятерка, Егор на керри. Эпилептик. Субтитры сделал DimaTorzok